Куда меня ведут Любовь моя, назначь мне встречу где-то Среди надежды и среди рассвета Любовь моя, назначь мне встречу где-то Среди надежды и среди рассвета Зачем бывает сердце одиноким? Зачем ему все кажется далеким? Буран разлуки и метель разлуки Пусть никогда к нам не протянут руки Хочу с тобой идти по жизни рядом Чтоб жили две судьбы единим ладом Одна судьба слилась другом судьбою Любовь моя, мне хорошо с тобою Есть на земле чудесная примета Встречать свою любовь среди рассвета Любовь моя, назначь мне встречу где-то Среди надежды и среди рассвета Любовь моя, назначь мне встречу где-то Среди надежды и среди рассвета Здравствуйте! Евгений Мартынов сочинил и исполнил очень много песен о любви, о сказке наяву Лирик и романтик, композитор Мартынов был феноменально популярен в 80-е годы прошлого столетия И сейчас у нас в студии человек, который знает о нем больше, чем у кто-либо другой Это его младший брат, тоже замечательный композитор и мой друг Юрий Мартынов Юрочка, рад приветствовать тебя сегодня в студии Взаимно Знаешь, о чем сегодня хочется поговорить? О том, что личная жизнь у композитора она всегда является частью творчества И мне бы хотелось сегодня узнать насколько ты, так сказать, можешь открыть личную жизнь и душу своего брата Хотелось бы узнать, что предшествовало что было причиной, мотивом создания многих песен, о которых мы сегодня сможем поговорить Чудо любви Для кого была написана эта песня? Именно вот как живой человек Был такой прототип? У Жени, как правило, вначале появлялись мелодии И тема, она появлялась как предчувствие как тоска Творчество, как правило, это ведь результат не чего-то удовлетворенного не любви, которая вот она вот пришла как правило, это тоска по любви ожидание любви это жажда любви конкретной темы сюжета создания этой песни здесь нет Она родилась в 1976 году Мелодия Игорь Кахановский ее подтекстовал Вот, и Жене было немножко обидно что песня так и не стала настолько популярной, как другие песни поскольку он считал ее одной из своих лучших песен Она была ему дорога очень, да? Да, она не похожа на другие песни она балладная песня, она открытая она ариозная песня она где-то похожа даже на арии Пучини Это счастье звать любимой И в ответ знать, что любим Это чувство несравнимо Ни с каким чувством другим Было очень трудно В мире многолюдном Нам Встречаться друг с нуля Но смогли друг другу Краткою минутой Все сказать В наши глаза Я поверил В это чудо В краткий миг Рожденье любви Но не верю Что минутой Ранить мы Чувства могли И пускай И пускай Завеса туч Вдруг скрыла нам любовь Верю я, что ясный день Вернется вновь Словно заклинание Я кричу признание Одна Лишь ты жила Одна В жизни Ты Одна Я не верю Что минутой Ранить мы свою любовь могли Будь со мной Лишь в это чудо Верю я Из всех чудес Земли Скажи, пожалуйста, отяготел ли Женя вообще к крупной форме? Или вот он был мастером таких песен, песенного жанра? Женя ведь изначально получил профессиональное образование И поэтому самым первым сочинением Жени был романс для кларнета с фортепиано Я даже помню, где он учился, в Артемовском музыкальном училище В Артемовском музыкальном училище на Украине в Донбассе, да Вторым это прелюдия для фортепиано Я потом уже, когда Жени не стал, оркестровал эти сочинения И они использовались и звучат в наших концертах памяти Музыка 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 И это его характерная, отличительная особенность и в нашем песенном мелодизме. Как правило, песенные композиторы даже с очень популярными песнями предпочитают декламировать. Короткие фразы, да, повторяющиеся. Да, мы вместе с птицами в небо уносимся. То есть на одной динамике это все обрывками, обрывами вместе там с рыбами, не помню, забыл, падаем, падаем вниз. То есть все это вот уже не такого нет. А уже не всегда канцелена присутствует. Да, причем каждая нота должна выходить из предыдущей, переходить в следующую. Этот май молодой Дарани невзначай осчастливил нас. Целый мир синевы бескрайний он подарил смеясь. Этот май и вот это небо, и хвейной аромат земли. Этот май пролетел, как не был, скрылся вдали. Кто сказал, что старятся песни, кто сказал, что сердце не в счет, кто сказал, что с юностью вместе все пройдет, все пройдет. Женя просил и даже требовал у поэтов, чтобы легко пропевалось, будучи сам певцом, чтобы окончания фраз были открытыми. Яблони открыты в цвету, какое чудо. Все гласные заканчиваются. Все открытые гласные, их легко петь. Можно сказать, яблони в цвету. Можно так, можно и яблони в цвету. Ты скажи, скажи мне, вишня, почему любовь не вышла? Все открытые слова. Слоги открытые. И поэтому, да, открытые слоги. И когда Женя это напевал мелодии, поэты схватывали. Почему? Когда предлагали ему вариант, а вот когда закрываются, закрывается, не звучит так голос, не звучит так мелодия, не доходит в душу. Через преграды она попадает туда. И вот эта особенность, что Женя напевал самим же поэтам их наброски, она помогала и поэтам лучше ощущать посыл композитора. И им легче было работать. Яблони в цвету, какое чудо. Яблони в цвету, я не забуду. Только дни считать, не стану в грусти, просто буду ждать. Весны грядущей, было и прошло, твердит мне время. Я, но химна зло, тебе я верю. Верю в майский день. Верю в майский день. Ах, яблонь белый, яблонь молодый, в твоем саду, в твоем саду. Возвращаясь к теме любви, Женя частенько находился в таком состоянии, когда у него была тоска по любви, предчувствие любви. Он столько песен написал о любви, что у меня такое ощущение, что он все время недополучал ее в жизни. Женя был человеком влюбленным. А насколько влюбленными были в Женю, поскольку вокруг было очень много желающих, вроде бы, как бы, к славе. Прикоснуться. Да. Он ведь был необыкновенно обаятельным мужчиной. Да, да, вот таких девушек было очень много. Но это и Женя понимал, и все любые артисты эстрадные. Как и ты наверняка знаешь, то, что видится на сцене, не всегда в жизни соответствует. И поэтому видеть сложности артиста за кулисами, мало кто хочет, и мало кто способен это все понять и поддержать, да даже артиста. Жить с талантливым человеком очень трудно рядом. Творчество ведет человека, оно выше всего. И очень трудно понять, почему даже может у человека поменяться настроение, он может оставить компанию, он может закрыться, что-то там начинать наигрывать, начинать петь. Ибо вот это вот творческое либидо, оно играет, и непонятно, когда это все может вырваться. Я тебя люблю, моя награда. Я тебя люблю, заря моя. Если мне не веришь, ты меня испытай, все исполню я. Ты во мне звучи, любовь моя. У Жени ведь, как правило, получалось как? Сначала появлялась мелодия вместе с темой, вместе с фразой, на которую уже, потом на эту фразу накладывался остальной текст, и поэту было легче работать, когда появлялась, допустим, фраза Я тебя своей любимую зову, я тебя своей желанною зову. Потом уже было, Аленушки там появились, но самый первый посыл, опять я вижу белых чаек над водой. Первый посыл у Жени всегда был, я тебе весь мир подарю. Уже идея у Жени была сложна, и поэты, как правило, не ломали вот эту тему. Вот посыл, вот этот самый первый, он попадал и, как правило, заводил, заражал поэта, и это приводило к рождению песни о любви, за которой, как правило, любви-то не было. Не было той Аленушки. Он ее призывал, он все время ее призывал. Конечно же, и даже многие, ну, наверное, не очень, ну, как сказать, умные женщины до сих пор утверждают, что вот Женя мне подписал пластинку, там, Аленушки, эту песню я сочинил для вас. Вот, ну, если вас зовут Аленушка, на что должен поэт-композитор? Хороший комплимент. Счастлив тот, кто в тиши ночей, слышит голос весны своей, счастлив тот, кто мечтой согреет, верит в радостный рассвет. Я тебе весь мир подарю, все море, все цветы и зарю, птиц весенних надрезают. Такой вопрос у меня родился. Достиг ли вот сам Женя в жизни этого идеала верности? Вот повстречал он такую верную женщину, о которой он мечтал и пел? Очень хотелось ее найти, но это так хорошо сказал тоже один режиссер, когда вот сейчас говорят о Шукшине. Вот, мы сейчас все рассказываем, как мы его любили, как мы ее на руках носили. Только мы живы 20 лет с лишним, а его давно нет. Значит, мы недолюбили, мы недоносили. Значит, что-то мы-то не так сделали. Ты же знаешь, ты же знаешь, тут другие не рассудят. Все обиды, все обиды, молча в сторону от гроз. Неужели, неужели продолжения не будет у того, что так прекрасно, так прекрасно началось? Если есть любовь, значит жизнь светла, нас не зря судьба на земле свела. Если мы вдвоем, то в глазах весна, береги любовь, ведь она одна. Это вопрос очень деликатный. Была ли верной до конца преданной женщина, которая рядом бы была с ним? Это, наверное, не мне это. А в какой момент появилась рядом с ним его супруга? Это в Киеве произошло. Но Женя был уже известным. На твоей родине, да. Это произошло в 76-м году. Ну, Жене понравилась девочка, была молоденькая, 17 лет, чистенькая. А на тот момент он уже купался в славе, да, я так понимаю? Ну, практически, да. И он был для нее как, ну, недосягаемый. Намного он старше был. Женя старше Эллы на 11 лет. Ну что ж, я предлагаю тогда послушать ту самую песню «Лебединая верность», которая совершенно другая женщина считает, что она посвящается ей. Над землей летели лебеди солнечным днем. Было им светло и радостно в небе вдвоем. И земля казалась ласковой им в этот миг. Вдруг по птицам кто-то выстрелил и вырвался крик. Что с тобой, моя любимая, отзовись скорей. Без любви твоей небо все грустней. Где же ты, моя любимая, отзовись скорей. Красотой своей нежной сердце мне согрей. В небеса искал подругу он, звал из гнезда. Но молчанием ответила птица беда. Улететь в края далекие лебедь не мог. Потеряв подругу верную, он стал одинок. И прости меня, любимая, за чужое зло. Что мое крыло счастье не спасло. Ты прости меня, любимая, что весенним днем. В небе голубом, как прежде, нам не быть вдвоем. И была непокровим мою эта беда. Что с любви мою не встретится он никогда. Лебедь вновь поднялся к облаку, песню прервал. И сложив бескрашно крылья на землю упал. Я хочу, чтоб жили лебеди И от белых стай, И от белых стай Мир добрее стай. Пусть летят по небу лебеди Над землей морей, Над путевой моей Летите в светлый мир Людей У меня есть такая информация, что София Михайловна Ротару считала, что эта песня посвящена именно ей. Она, даже вот насколько я знаю, у нее была такая фраза Женя, это моя лебединая верность. Вот, конечно же, всем интересно, Были ли у них какие-то теплые романтические отношения. Если можно, приоткрою эту страничку. Познакомились Евгений Мартынов, брат Софии Ротару в 1972 году. Тоже это все на Украине, в Киеве, кажется, это произошло. Он мне впервые сказал, слыхал такую девку, ну просто, ну вся вот, вся в экспрессии. Она тогда, я пела, если помните, там песни Сердце на чептах Полынуло у свит на стасы мы в ветрах Никто не пел с таким схлипом тогда Полынуло у свит на стасы мы в ветрах Никто этого не делал. То есть наверняка был все-таки момент влюбленности в певицу, в такую яркую. Этот элемент был, да. Ну, тогда София была замужем. Она работала в ансамбле «Червона Рута», которым руководил Анатолий Евдокименко. И у них была хорошая пара. И они хорошо поддерживали взаимоотношения с Женей, с Анатолием. Так что, то, что порыв творческий был, и то, что когда Женя показал балладу о матери, и София сразу сказала, что это моя песня. Запела ее, запела с таким надрывом «Алексей, Алешенька, сынок, все поверили». Великолепно было, да. Поверили в эту песню, поверили, что это действительно в голосе Софии боль матери, любовь матери, которая ждет сына с войны. «Раз в село прислали по весне фильм документальный о войне, все пришли в кино и старим ал. Кто познал войну и кто не знал, перед горькой памятью людской разливалась ненависть крикой. Трудно это было вспоминать. Вдруг с экрана сын взглянул на мать, мать узнала сына тот же миг, и пронесся материнский крик. «Алексей, Алешенька, сынок, Алексей, Алешенька, сынок, Алексей, Алешенька, сынок, Словно смеет услышать мог». Скажи, пожалуйста, Юрочка, бывало ли такое, чтобы вы соперничали друг с другом по отношению к какой-то девушке или женщине, которая появлялась в поле вашего зрения? Все мои девушки Жене нравились. Когда я уже вышел на поверхность, это было уже начало 80-х годов, середина 80-х годов, и рядом со мной оказывались девушки, лауреаты конкурсов, юрмалы в частности. И он тоже, когда видел рядом, «Ух ты, какой девчонка! Ух, ну ты даешь!» Ну, некоторые девушки, даже как раз я их приводил, подпевали их голос, и она звучит в некоторых песнях. Вы творчески использовали? Ну, да. Аис Булуктаева, например, лауреат всесоюзного конкурса Юрмала 86. Вот ее голос звучит, если кто там прислушается, «Белая сирень, белый гроздь в стае» Она поет «Белая сирень, белый гроздь в стае» «Может, ты живая, может, видишь ты, как я жду любви, как о ней мечтаю, знаю, что цветет сирень к любви» Мне почему-то вспомнился другой эпизод. Женя в училище был увлечен одной девушкой. И я, ну, как младший брат, нашел в учебнике по гармонии фотографию этой девушки. Так. Так. Подписанную, нет? Если честно, я не помню, но суть в том, что фотография. Так. Вот. И вот однажды, ну, я решил это, когда все были дома, эту фотографию обнародовать. И думал, что это, значит, что-то такой фурор. Значит, ну, все промолчали. Вот. Женя фотографию-то у меня спокойно из рук взял, положил в тот же учебник. Вот. А мама сказала, никогда больше так не делай. Не ругай меня ты, мама, что хожу встречать рассвет. Мне не много и не мало, скоро будет двадцать лет. И на танцах вечерках может это и смешно, время думать о девчонках в этом возрасте пришло. Па-па-пара-пара-пара, па-пара-пара, па-пара-пара, время думать о девчонках в этом возрасте пришло. Мне кажется, что вот Женя мог выдумать портрет девушки, да, которую он встретил, то есть дорисовать ее, да, потому что у него было богатое воображение, у него была огромная жажда любви. Правильно я говорю? Женя склонен был выдумывать и верить и любить выдуманное. Да это не только Женя, наверное, мы все выдумываем, потом... Творческие люди. Разочаровываемся, да. Выдумал тебя И с этой выдумкой расстаться не могу И ты всегда со мной во сне И наяву Посередине дня И полночью любовь Где-то на земле Я все равно, я все равно Тебя найду И этот праздник Ожиданья любви Всегда я праздную С тобой, с тобой Выдумал тебя Ну, как я мог тебя не выдумать Ну, как я мог тебя не выдумать Весь мир тобою заслоня Заслоня Выдумал тебя Чтоб самому себе завидовать Почти не верить и завидовать Что ты такая у меня Ну что ж, песня на качелях Она для кого-то конкретно была написана? Не знаешь ли ты? Нет, здесь конкретности никакой не было Эта песня уже была сочинена Жене, когда У Жени был такой благополучный свадебный период Вот он женился, появился дом, появилась какая-то ухоженность Это было время его большой пластинки Вот И тогда песни немножко, они уже стали отличаться В них меньше было трагизма Какая-то появилась красивая удовлетворенность На качелях мы летим Светит солнце нам двоим Ты смеешься, я молчу Слушать смех твой хочу Ты смеешься, я молчу Слушать смех твой хочу На качелях ты опять со мной Дай мне снова быть моей весной Крикни в небо, я люблю Пусть мир узнает тайгу твою Юрочка, скажи, пожалуйста, Женина женитьба по многим женским сердцам тогда ударила? Наверняка Такой момент биографии был Вот, ну, чем он мог выражаться Если раньше просто девушки приезжали, ждали около дверей Вот, с раскладушками даже Да ты что? Да, приезжали, ждали и говорили, что приехала и некуда идти Женя один раз спустился, он жил тогда на втором этаже Спустился с балкона Вот, поскольку действительно не знал, как ему выйти и не хотел он этого всего Что это его знакомая, что она его достает по всем концертам, говорит И на студию грамзаписи приходила, и около Останкина стоит, и около радио стоит, и всем звонит И вот теперь нашла все-таки адрес И соседи говорят, что она уже несколько дней Вот, и Женя сидел эти несколько дней дома Наконец, нужно было как раз съемка У него была какая-то Пришлось взять толстую веревку И ее в три раза там еще связать Спустился с балкона То клён зеленел, то поземка мила Девчонка у нас И во дворе подросла Невеста, невеста, а чья неизвестна Девчонка у нас И во дворе подросла Невеста, невеста, а чья неизвестна Девчонка у нас во дворе подросла Девчонка как будто и та и не та Откуда такая взялась красота Невеста, невеста, а чья неизвестна Откуда такая взялась красота Невеста, невеста, а чья неизвестна Откуда такая взялась красота Потом, когда Женя стал женат То появилась другая такая особенность Стали приходить письма Вот тоже знаю, что жена может это письмо открыть Вот, люблю, как любила Знаю, что ты свою жену не любишь Жду, как и ждала Звонить стали Вот, Элла Здравствуйте А вашего супруга можно? Его нету А вы знаете, где он? А не знаете? Я вам расскажу Он сейчас там у Таньки Орловой Можете позвонить по телефону У них любовь с 10 класса Элла говорит Да он в 10 классе не учился Он закончил восьмилетку И поступил в музыкальное училище И ушел в училище Элла тоже потом Ну, просекла Эту всю, так сказать Фабулу этих всех звонков Иногда даже Здравствуйте Я вам хочу сказать Что у нас любовь С вашим мужем Вы долго с ним не проживете Он от вас должен уйти Вот, он любит меня А Женя сидит в это время Слушает по другому телефону В другой комнате Потрясающе Спаренный телефон Кто же это такая? К кому же это он должен уйти? Вот, вы должны себя подготовить Чтобы вам было легче И проще Женя любит меня Ну, Элла спрашивает Кто это такая? Понятия не имеют Кто это такая? Ну, ты собираешься уходить? Ну, наверное, если она такая хорошая ПОЁТ 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 Вот такие были шутки, разумеется, это прямо на дне рождения был полускандал, коньки пришлось выбросить. Так держать, так держать, если трудно придется, не дрожать, ведь не даром поется, так держать, будут медали, алимпиады, так держать, так держать. Были потрясающие случаи, как вспоминаешь это все. Тоже отправляется куда-то на чемпионат мира, кажется, по хоккей. Одна супруга собирает один чемодан, другая супруга другой чемодан. И вот Элла находит у Жени замаскированные под лекарства презервативы. Так, чудесно. Начинается вопрос, это что такое? Это значит куда? Ну, Женя, первое, что в голову, это не для меня, это для Жорки. Для Жорки, пойми, он простил, у него жена такая вот всякая, ему не позволяет ничего. Вот, а там, где мы будем покупать, и все это, и дорого, и за нами все следят. И вот, это Жорка просил. Жорка, сейчас я узнаю у Жорки. Значит, звонит туда. Значит, там ситуация такая же. Там скандал, скандал, отвечает супруга Жоры. Разбирайся со своим Женей, поскольку мой Жорка сказал, что его презервативы специально для Женьки. По аэродрому, по аэродрому, я с тобой, Георгий, не пойду. Правильно, Евгений, лучше сиди дома, в садике под яблони в цвету. Лайнер в небе тает, лайнер в небе тает. Мапсисяну отдает салют. В этих самолетах граждане летают и мою Алёнушку поют. Все вокруг мою Алёнушку поют. И на подпись фотографию дают. Я смущен. Но в это время, Женя, счастлив я. Ведь это фотография моя. Представь себе, приходишь ты на телевидение сниматься. А под покровом темноты исчез рояль твоё богатство. С цветами ты придёшь домой. Рояля нет, но есть письмо. Твои года, твоё богатство. По аэродром, по аэродром, по аэродром, Весны творенье. По аэродром, по аэродром, За мною мчатся для кого-то просто лётная погода. Я знаю, что кроме женской части населения не очень одобряли и друзья этот брак Жени. А почему так было? Какой бы мы не сделали шаг, как говорит Мудрый, всё равно мы будем жалеть. Жениться или не жениться, всё равно потом пожалеем. А для кого же всё-таки была написана песня Алёнушка? Для жены? Нет. Нет? Нет. Последний раз мы встречались с ней на съёмках программы «Пусть говорят». Она к маме не подошла даже, ну, не знаю, так. То есть у неё своя жизнь, в которой она живёт. Да. Понятно. И тем не менее, песню Алёнушка мы сейчас будем слушать. Помнишь, Алёнушка жила, В сказку она меня звала. Много с тех пор минуло дней, И вот я вернулся к ней. Я тебя своей Алёнушкой зову, Как прекрасна эта сказка наяву, Как я счастлив, что могу признаться вновь и вновь, Что вечной сказкой стала нам любовь. Я тебя своей Алёнушкой зову, Как прекрасна эта сказка наяву, Как я счастлив, что могу признаться вновь и вновь, Что вечной сказкой стала нам любовь. Юлочка, а как ты считаешь, вот самые счастливые годы жизни для Жени были какие? Года, когда Женя вдруг почувствовал взлёт, он взлетался. Когда появлялись песни, когда он в песнях года был, Когда действительно издавались большими тиражами пластинки, Когда творческие гонорары у Жени вышли на первое место Среди всех авторов песенников. Это был 1976 год. Это где-то был пик, когда Женю все желали, Женю все хотели. Это был действительно такой вот успех, Абсолютной что ли востребованности. Мало того, ещё поддерживало ощущение такой зависти окружающих коллег. В 1978 году Женя женился. В это же время Женя вступил в жилищный кооператив уже практически построенного дома. Первое, что действительно из мебели, это ничего нет, Когда можно везти, Женя вот купил кабинетный рояль. В скорости Женя уже сказал Эле, что можно замуж ей выходить. То есть он ждал какое-то время, да? Ну, естественно. И, так сказать, вот они в 1978 году, у них была свадьба, Очень много было артистов, это было в зеркальном зале ресторана «Прага». Для меня появился запах женщины. Не было его, а вот этот запах появился. Ах, как невеста смотрит отрешённо, Ах, как взволнова гордый жених. Главное слово вам, молодожёны, Свадебный танец для вас двоих. Прямо к небу взметнулся, По земле расплескался, Светлый танец надежды, Торжественный вальс, Чудо-вальс, Недалёко это, Эхо этого вальса, Пусть останется в сердце Навечно у вас. Скажи, пожалуйста, Юрочка, «Белая сирень» как появилась в жизни у Жени? У «Белой сирени» интересная судьба, она была песней года 86, Её оттуда вырезали. Вот, вырезали вообще в последний день, что Женя снимался, Всех предупредил, что там будет. Ну, включаем, нету. Вот, и она стала песней года 87. Раньше не просто определялась, как сейчас, кто принёс больше мешок денег, У того и песня года. Вот, хоть песня века там будет, лишь бы за все годы было уплачено. Там проверялось и все письма подсчитывали, работала целая артель. Планировалось, что с Анатолием Поперечным будет показана песня Софии Ротару. Софии Ротару до этого расстроились взаимоотношения из-за песни «Заклядьки». В 80-м году София хотела эту песню показать на «Песни года», И, так сказать, была уверена, что это её песня. Ну, так как Женя делал всегда очень много клавиров, Он раздавал абсолютно всем. Хотите – пойте, не хотите – не пойте. Получилось так, что Чепрага, Надежда эту песню запела раньше, И они встретились с Софией Ротару в одном концерте. Так как София Ротару и Надежда Чепрага – обе представительницы Молдавии, И обе претендовали всегда, чтобы представлять свою республику в центральных концертах здесь, Вот, то это было как-то так для Софии, наверное, естественно, неприятно, Хотя никакого умысла здесь не было. Просто Надежда раньше эту песню взяла и вынесла в люди. Но вот после этого… Но отношения испортились, да? Да, отношения испортились. Тем не менее, Анатолий Поперечный говорит, «Давай всё-таки попробуем показать эту песню для «Песни года» и покажем». В 85-м году они её сочинили Софии. Я знаю, что они подошли, значит, после концерта спели. София сказала, что «Сожалею, но песня не моя». Вот так вот. Вот. Ни в одном концерте памяти София Ротару у нас не принимала участия. Не принимала участия, даже когда Иосиф Кобзон, с ней пытался разговаривать и Андрей Дементьев. И об этом даже Иосиф Кобзон на концерте памяти говорил, где он сам почти что опустил нашу певицу и сам спел «Лебединую верность». Я очень благодарен Юрию Мартынову, который проявил инициативу и, в общем, так сказать, много забот и внимания для того, чтобы состоялся сегодняшний вечер. И очень сожалею, что при всём таком обилии имён в этой афише нет одного имени. Нет имени певицы, которая многим обязана, Евгения Мартынов. И который любил Женю, и для которой писал песни, писал с большой любовью. И эти песни прославили певицу и сделали ей хорошее имя. Ну вот как так получилось, что доброта была невзаимной, коль нет. И вот лихорадочные песни-то, в общем, были для биографии композитора и ключевые, одни из лучших. И я не позволяю себе, так сказать, петь песни других исполнителей, но без этих песен нельзя было обойтись в концерте. И поэтому я попросил Юру обратиться к исполнителям с просьбой исполнить репертуар этой певицы. Я не буду её называть, вы это прекрасно знаете. Всё, что о ней думаю, я сказал и скажу. А вот одну из песен я хотел сегодня вам напомнить на стихи того же Андрея Дементьева, без которой, в общем-то, концерт до сегодняшней памяти Евгения Мартынова был бы неполным. Поэтому позвольте для вас её исполнить. И даже когда мы нас судьба поселила в одном городе, в родном для Жени Камышине, в одной гостинице, на одном из них, в одном этаже, два люкса друг напротив друга, мы с мамой и Софьера Ротару с мужем. Вот у нас концерт 3 сентября, у неё 4-го. Вот и Дементьев с нами, и Пахмутова с нами. Они с ней попытались разговаривать, нет, она не пришла на концерт памяти. Такая сильная была обида. Женская натура – это страшная вещь. Не смогла простить. Тем не менее, планировалось, что это будет такая весенняя песня, как Анатолий Поперечный думал, для Софьеры Ротару. Вот какие она хотела петь. В чём ещё особенность у женщин, которые с возрастом становятся менее привлекательны. Никого, разумеется, это увы, жизнь, никого не хочу обижать. Женщины всё больше хотят бегать по сцене. Они не хотят, чтобы камера на них смотрела длительное, долгое время. Они хотят скрыть свои черты увядания. Чтобы не успели разглядеть морщинки. Им хочется бегать, прыгать, танцевать, улыбаться, махать руками, букетами, цветами. И вот Поперечный говорит, вот такое мы и сочиним, пусть она этой сиренью машет. Так или иначе, эту песню пел Женя. На концерте памяти, кстати, первым её пел Юлиан Молодой. Это было его одно из самых первых выступлений. Белая сирень, прошу тебя, не отцветай, не облетай, Душе моей надежду дай, Белая сирень, не отцветай. Белая сирень, белая сирень, Белых гроздь я встая, Может, ты живая, может, видишь ты, Как я жду любви, как о ней мечтаю. Я знаю, что цветёт сирень к любви. Я с удовольствием приняла твоё предложение, когда ты меня пригласил исполнить песню в театре эстрады на вечере памяти Жени «Я жду весну». Прошло много лет, я снова её спела, эту песню. Да, Ира. Уже совсем в другом, в другой передаче. Луч солнца пробудил цветок лесной, Вновь бродит всюду май, Растаял снег. Всё лучшее приходит к нам весной. Ты стань моей весной навек. Я верю, что любовь всегда была, Я ждать её всю жизнь могу. Мне так сейчас нужны твои слова, Как солнце моему цветку. В этой песне тоже интересная судьба. Сначала была мелодия. Подтекстовал эту песню наш поэт, который эмигрировал в 73-м году в Соединённые Штаты, Павел Леонидов. Эта песня называлась «Моя любовь». Пела её джазовая певица Гюлли Чехели. Но после того, как эмигрировал Павел Леонидов, многие песни потом были перетекстованы и Давидом Усмановым, и в частности Андреем Дементьевым. Так появилась песня «Луч солнца пробудит цветок лесной». Как её Анна Герман спела потрясающе. У Жени таких песен с придыхательной интонацией не очень много. У Жени больше песен, где требуется голос, как Женя сам говорил, чтобы связки выплюнуть. То есть их нужно петь, имея этот голос. А вот это одна из таких немногих песен, которые можно спеть, да, конечно, и голос показать, но в принципе она придыхательная. «Ты где-то далеко, но я с тобой». Я знаю, что настанет этот час. Мы встречу назовем своей судьбой. Лишь пусть весна тыщет нас. Я верю, что любовь всегда права. Я ждать её всю жизнь буду. Мне так нужны сейчас твои слова, как солнце моему цветку. Ты уже несколько слов сказал о том, что касается песни «Заклятие». Как она была написана? Мне нужно было поступать в консерваторию. Я заходил периодически в магазины, где продавались книги, библиотеки тоже. И вот так же я зашёл однажды в Донецке. Никогда я не встречал такого имени Назрул Ислам. Ну вот я открыл первый даже вот так вот опус, и меня как-то тронуло. Я посмотрел второй, другой, и вот все стихи прошлись как-то по мне. Я купил этот сборничек маленький, такой вот карманный практически, и сочинил романс «Надежда». Но мной были отмечены и другие тексты, которые меня тронули в частности, и текст «Заклятие». В чём особенность этого текста была? Он был очень большой. Я вот Жене показал и говорю, смотри, тут такие интересные стихи. Это я уже был в консерватории, учился уже. Тут что-то есть в этих стихах, но я не знаю, что их надо сокращать и что из них сделать. Песня, не песня. Ну, Женя действительно как-то его тоже это тронуло. Я предложил связаться с переводчиком этого всего дела. Может быть, их ужать удастся. Они встретились. Да, и они кое-что он пересочинил, переставил местами. И это приобрело уже такую балладную, но форму уже удобоваримую для песни. Также были такие вот не то что споры, но сомнения. Всё-таки и да сбудутся эти слова в конце, и да не сбудутся эти слова. Я уйду от тебя, я скажу напоследок прости. Я уйду, но покоя тебе никогда не найти. Я уйду, ибо выпито сердце до самого дна. Я уйду, но останешься ты со слезами одна. Ты меня позовешь ни единого звука в ответ. Ты раскинешь объятья свои, а любимого нет. И ладони подышь, и станешь молить в тишине. Чтобы я появился, вернуться хотя бы во сне. И не видя дороги, ты кинешься в горестный путь. Вслед за мной, без надежды меня отыскать и вернуть. Будет осень под вечер, друзья, соберутся твои. Кто-то будет тебя обнимать, говорить о любви. Будешь ты равнодушна к нему, безразлично к нему. Ибо я в это время незримо тебя обниму. Бесполезно тебя навезной соблазнять и манить. Даже если захочешь, не в силах ты мне изменить. Будет горькая память, как сторож стоять у дверей. И раскаленье камнем повиснет на шее твоей. И протянешь ты руки, и воздух обнимешь ночной. И тогда ты поймешь, что навеки рассталась со мной. И весна прилетит, обновит и разбудит весь мир. Зацветут маргаринки, раскроется белый жасмин. Ароматом хмийным и пустым переполнятся сны. Только горечь разлуки отравит напиток весны. И в слезах ты припомнишь того, кто сегодня далек. Кто исчез и растал, как след на свечем песке. О тебе завещал оставаться в слезах и тоске. В одиночестве биться дрожа, как ночная трава. Вот заклятие мое, вот заклятие мое. И да сбудутся эти слова. Какого цвета были глаза у Жени? Вот так вот, да? У Жени были глаза светло-серые. Ну, я так чувствую, что этот вопрос к песне «Васильковые глаза». Несомненно. История этой песни не совсем с Женей связана. «Я влюбился в девушку». Влюбился в девушку, у нее глаза не Васильковая кария. Пришел к поэту Юрию Гарину. Говорю, я все время хотел голубоглаза, хотя мне понравилась девушка, она и не нашей расы. Ну, ладно, давай ты люби свою девушку, а я для песни сочню как раз то, чего ты хочешь. И в результате он сочинил вот такой текст. Вначале мы пробовали из нее сделать казачий вариант. «Не с сережками и злато-серебра». Как будто едут. «Не нарядами, не шалью с кружевами». Едут на конях казаки. Ничего, говорит. Но потом как-то я подергался с этими казаками, думая, кто будет петь? Ну, каких казаков? Я Жене проиграл эту мелодию. Женя говорит, какие действительно казаки. У тебя прекрасно, ее нужно спеть. «Не с сережками и злато-серебра». «Не нарядами, не шалью с кружевами». То есть Васильковы глаза чисто для красного словца, как говорится, да? Практически, да. Понятно. «Не травою и бедой и не силой колдовской Ты меня приворожила прошлогодней весной Ты мне голову вскружила, словно зельем напоила И покоя вскружила. И покоя вскружила той весной И сережками из злато-серебра, Ни нарядами, не шалью с кружевами. Красотой приворожила ты меня Красотой приворожила ты меня И своими посильковыми глазами. Красотой приворожила ты меня И своими посильковыми глазами. Только бровью повела, Вмиг с ума меня свела, Как студеную водою синевою обожгла. И негаданно, нежданно Этой синью несказанной Будто сладостным дурманом Завлекла Не сережками из злато-серебра, Не нарядами, не шалью с кружевами, Красотой приворожила ты меня И своими посильковыми глазами. Красотой приворожила ты меня И своими посильковыми глазами. Не сравнить ни с чем подчас Притяженье женских глаз, Тех, которые навечно Привораживают нас. Не травою лебедою, И не силой колдовской, А своею бесконечной красотой. Не сережками из злато-серебра, Не нарядами, не шалью с кружевами, Красотой приворожила ты меня И своими посильковыми глазами. Красотой приворожила ты меня И своими посильковыми глазами. Красотой приворожила ты меня Красотой приворожила ты меня И своими посильковыми глазами. Спасибо большое за то, что ты Столько интересного рассказал сегодня. Нового, между прочим. У тебя есть книга, в которой Интересные воспоминания. Но сегодня ты какие-то Какие-то новые странички приоткрыл. Нам удалось поговорить о том, Что осталось как-то за кадром этой книги. Давай мы представим с тобой еще одну песню. Песня «В которой ты» Это действительно одна из тех песен, Которые для Жени были очень дороги. Мне кажется, что она самая нежная, Самая трогательная, Самая искренняя, Самая... Ну это все очень индивидуально. Но практически в каждой песне Есть ты. Есть ты как женщина, Как лирическая героиня, Как идеал, Которого не хватало Жени, И который Женя как творец, Как артист, Как автор, Искал. Ты все, чем дышу, И все, чем живу, Ты голос любви и весны. Тебя я опять и жду, и зову, Мы быть на земле рядом должны. Серебряный луч блеснет с высоты, И снова уйдет в поднебесне. Услышь мою песню, Вот моя песня, Песня, в которой ты. К тебе из далека-далека Восхищенная река Стремится К тебе Улетают облака Улетают облака Улетают облака И птицы И я тебя Обязательно найду Обязательно найду Жизнь моя Закрой глаза Я так хочу Тебе присыться Я в небе большой Всех птиц обгоню И нежность в душе сохраняю Твой дом я найду И в дверь позвоню И ты, как судьбу, встретишь меня Серебряный луч блеснет с высоты Надеждой блеснет и спасением Возьми мое сердце Вот мое сердце Сердце, в котором ты К тебе из далека-далека Восхищенная река Стремится К тебе Улетают облака Улетают облака И птицы И я тебя Обязательно найду Обязательно найду Жизнь моя Закрой глаза Я так хочу Тебе присыться Я думаю, что песня Евгения Мартынова Это тот золотой фонд нашей песенной Отечественной культуры Который будет долгое время Еще передаваться из уст в уста От сердца к сердцу И мне кажется, что это такой камертон Уровня сочинений о любви Отношения к женщине И хочется пожелать вам Именно такой любви О которой Поется В песнях Евгения Мартынова Обязательно найду Жизнь моя Закрой глаза Я так хочу Тебе Присниться Закрой глаза Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...